В этом уроке мы с вами займемся базой данных, создадим базу данных, создадим пользователя для базы данных, и также в нашей базе мы создадим необходимые таблицы и заполним их. Итак, заходим в phpMyAdmin, если вы устанавливали Apobserve, в который я вам скидывал, то по такому адресу вы можете зайти в phpMyAdmin. И теперь нам нужно создать новую базу данных. Вот здесь есть такое поле, новая база данных, и мы здесь пишем название новой нашей базы. Фимяру, пускай это будет shop, магазин, да? И здесь выбираем кодировку, выбираем UTF-8generalc и нажимаем создать. Все, у нас база готова, и теперь давайте сразу создадим для нее пользователя. Для этого нажимаем сюда, к началу, на домик, и здесь вот в этом меню есть вкладочка привилегии. Нажимаем сюда, и в самом низу, то есть даже не в самом, а вот здесь, да, есть кнопочка добавить нового пользователя. Нажимаем сюда, и здесь нужно заполнить поля. Первое поле это имя. Пользователя у нас это будет пускать shop user. Далее нам нужно выбрать хост. У нас это localhost, потому что мы работаем на локальном сервере. Далее нам нужно написать пароль. Пишем какой-нибудь пароль, я буду писать пароль admin123. И подтверждаем admin123. Спускаемся ниже, и здесь выбираем привилегии. Нажимаем сюда, отметить все. Пускай у нас будут все привилегии для данного пользователя. И нажимаем кнопочку ОК. Все, был добавлен новый пользователь, и теперь можем заполнять нашу базу. Переходим вот сюда, в нашу базу данных shop. И сейчас она пустая, нам нужно создать таблицы. Первая таблица у нас будет таблица продуктов, то есть товара, которые мы будем продавать в нашем магазине. Пишем имя, продукт, и пишем количество полей. Полей у нас будет 6 для этой таблицы. Так вот, теперь нужно данную таблицу заполнить полями. Первое поле у нас будет ID. ID товара. Идентификатор, да? Выбираем тип integer. И здесь выбираем еще дополнительно автоинкремент. И здесь ставим галочку первичный ключ. Далее, второе поле у нас будет поле title. Название продукта. И пускай это будет варчар и 100 символов длиной. Дальше у нас будет description, то есть описание нашего товара. Пускай будет у нас текстовое поле. То есть сможем вводить сколько угодно символов. Дальше мы с вами укажем цену товара. Price. У нас будет это тип decimal. Так вот, да? 8 символов всего максимум, да? Пускай будет. И также у нас цены будут такими. То есть у нас будет всего 8 символов. И цена может быть такая, например, 99 долларов и, к примеру, 99 центов. Вот так, да? Поэтому указываем после запятой еще два символа. Потом, пятое поле у нас будет image. Картинка для нашего товара. Пускай тоже тип варчар и 100 символов длиной. И последнее поле это категория. Категория товара. Поскольку у нас могут быть разные категории, к примеру, там, ноутбуки, персональные компьютеры, там, не знаю, принтеры и так далее, да? Здесь для каждого товара будет своя категория. И здесь тоже выбираем варчар и примерно 100 символов. Нажимаем сохранить. И вот у нас создалась таблица. Products. Дальше нам нужна еще одна таблица. Назовем ее как раз-таки категория. Вот, категория. И в ней количество полей будет три. Первое поле это ID. Выбираем интежер. Ставим здесь автоинкремент и первичный ключ. Потом название нашей категории на русском языке. И ID категории, то есть там будет, к примеру, название персональные компьютеры, а ID категория, к примеру, там, PC сокращенно, да? CatID, варчар и тоже 100 символов. Сохранить. Так, и еще одна таблица, будет называться orders, заказы. В ней будет 12 полей, самая большая таблица. И давайте заполним поля. Так, первое поле это, как обычно, ID, интежер, автоинкремент и первичный ключ. Далее у нас будет сам продукт, который человек заказал. Product, варчар, 100 символов. Далее, к примеру, запишем ID данного продукта. Product ID. Интежер. Выбираем, да, тип, потому что у нас там будут продукты, их ID только цифры. Далее, следующее поле это цена данного товара. Выбираем decimal. 8,2. Следующее поле это количество. Quantity. Варчар и пускай там 10 символов, к примеру. Далее, человек, который будет у вас покупать, он будет делать заказ и будет вводить какую-то форму, там свое имя, фамилию, различные данные. Поэтому пишем поле имя, варчар 100, потом фамилия, к примеру, с name, second name, варчар 100. Потом нам нужен его адрес, варчар 100. И нам нужен, к примеру, его почтовый индекс, пост индекс. Тоже варчар 100. Ну и к примеру еще email. Запишем человека. Тоже варчар 100. И последние два поля это дата, заказа, тип, date и время заказа, time, тип, time. Ну вот, в принципе и все. Сохраняем данную таблицу. И у нас теперь в нашей базе данных shop находятся три таблицы. Давайте заполним таблицу категории. И у нас будет, будем работать с двумя категориями. Нажимаем сюда вставить и давайте заполним категории. Имя первой категории, к примеру, ноутбуки. Ноутбуки и ID категории, пускай будет Notebook. Вот так вот, да? И вторая категория, это у нас будет, к примеру, персональные компьютеры. И ID категория, пускай будет PC. Так, здесь ошибка. Вот так вот, да? Компьютеры. Нажимаем ОК и у нас теперь есть две категории. Вот, ноутбуки и персональные компьютеры. И давайте теперь заполним таблицу products. Вставим сюда 8 записей, 8 продуктов будет у нас. Нажимаем вставить. И чтобы долго не мучиться, я вот подготовил папку дополнительных материалов. Есть такой файлик db. Здесь небольшой текстовый файл. И здесь как бы я сохранил название товаров, ноутбуков и компьютеров, да? И их цену, например. Ну, разную, чтобы были разные у нас цифры. Я вот такие здесь цены написал. И давайте сейчас ставим эти названия товаров. Так, первый товар у нас будет ноутбук Dell. Описание просто напишем. Описание. Сейчас это не очень-то важно, да? Какое там будет описание у него. Потом цена такая-то. Картинка. Картинки я вам потом тоже покажу, где вы можете их найти. И картинки для ноутбука у нас будет 1.png. И категория у нас Notebook. То же самое делаем для второго поля. Копируем название. Копируем отсюда описание. Потом копируем цену, к примеру, такую, да? Вставляем. И вторая картинка. То есть второй ноутбук у нас будет 2.png. И категория та же самая, ноутбук. Так, да? Нажимаем ОК. У нас есть 2 записи теперь. Добавляем еще. Третья запись у нас Asus. Здесь описание. Так. Описание. Далее цена. Можем, к примеру, добавить здесь 99. Так можем сделать. Вот таким образом, да? А имидж, как вы догадались, это уже 3.png. И категория, опять же, ноутбук. Дальше идем. Дальше у нас четвертый ноутбук, Toshiba. Копируем описание, копируем категорию. Потом копируем цену. И картинка у нас 4.png. Здесь можем выбрать добавить новую запись. Нажимаем ОК. У нас еще 2 записи добавились. Добавилось и теперь оставляем еще. Только теперь уже пойдут не ноутбуки, а персональные компьютеры. Копируем название. Пишем описание. Так, вот. Так, цена 1000. Имидж 5.png. Категория PC. Идем дальше. Заполняем следующим товаром. Копируем цену. Категорию. И картинка 6.png. Так, добавляем новую запись. И последние 2 товара у нас остались. Это вот данный компьютер. Пишем описание. Цена 1400. Потом картинка 7.png. И категория PC. И последний компьютер у нас. Вот этот. Пишем описание. Вставляем цену товара. Пишем картинка 8.png. И категория PC. Так, все. Нажимаем ОК. И у нас, как вы видите, в базе данных теперь находятся 8 товаров. 4 ноутбука и 4 персональных компьютера. На этом все. У нас база данных готова. И теперь мы можем уже приступать к нашей работе. Выводить данные товара на экран. И производить с ними какие-то действия. На этом я данный урок заканчиваю. В следующем уроке мы с вами уже начнем писать наш сайт. На этом все. Увидимся на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok